Всем привет! Последняя информация у нас по коронавирусу за 11 марта по Египту. На 11 марта введена полная координация с государственными учреждениями для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Каира Халит Абдальал. Также есть непосредственные контакты с государственными больницами, органами скорой помощи, клубами, мечетями, церквями и также с другими общественными местами. И правительство также потребовало свести к минимуму различные крупные собрания, на которых присутствует большое количество народу. Также в Египте введены горячие линии. Это телефон 114, либо 012 0573 44 49 и 239 12 136. Теперь эти телефоны предназначены для приема звонков о коронавирусе. Либо можно сообщать о подозрительных случаях или просто спрашивать необходимые рекомендации. Также группа из 46 французских и американских туристов покинула Египет после того, как отрицательного показателя на коронавирус. Туристы были на борту круизного теплохода, который плавал по Нилу, и в котором находилось 45 человек с положительным результатом на вирус. Я хочу напомнить, что из 60 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Египте число с отрицательным тестом составило 25 человек во вторник после получения соответствующего медицинского обслуживания. Состояние 26 человек стабильное. Все они находятся в карантинной больнице, которая находится в Марсоматрух, и где они проходят лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Также 11 марта Аграм, новостной канал Аграм, опубликовал такую информацию. Значит, в Египте обнаружено 7 новых случаев заболевания коронавирусом, 6 египтян и иностранец, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения вирусом в стране достигло 67 человек. Это в среду сообщило Министерство здравоохранения Египта. Также, по словам представителя Министерства здравоохранения Халида Мегехта, инфицированные лица контактировали с людьми, у которых был ранее положительный результат теста на вирус. 7 новых случаев были выявлены благодаря процедурам расследования, которые министерство проводит в координации с Всемирной организацией здравоохранения и в соответствии со своими руководящими принципами. Заявил министр здравоохранения. А в отдельном заявлении, опубликованном ранее, в тот же день министерство объявило об обнаружении одного нового случая коронавируса, 60-го в стране, который связался еще с четырьмя вирусоносителями, объявленными ранее на этой неделе. Из 27 инфицированных пациентов в стране, которые впоследствии дали отрицательный результат на вирус, 7 пациентов, 6 египтян и 1 иностранец, были выписаны из изолятора после получения лечения, в результате чего общее число выздоровлений достигло 8. Египет объявил о первом случае заболевания коронавирусом 14 февраля гражданина Китая, который впоследствии был освобожден и после выздоровления вернулся на родину. Быстро растущая вспышка коронавируса, которая появилась в китайском городе Ухань в конце прошлого года, на сегодняшний день унесла жизни более чем 4300 человек и заразила более 121 тысячи человек во всем мире. Министр здравоохранения Хала Зейд заявила в среду, что все случайные образцы, взятые более чем у 500 иностранных туристов и сотрудников южных туристических городах Луксора и Асуан, дали отрицательный результат. В Луксоре было зарегистрировано наибольшее число случаев заболеваний в стране, причем на борту круизного судна на реке Нил было обнаружено 45 случаев. В воскресенье Египет объявил о своем первом и единственном смертельном исходе от респираторного заболевания гражданина Германии, который приехал в Луксор, прежде чем умереть в больнице в курортном городе Красного моря Хургаде. Египет усилил меры по сдерживанию распространения вируса, усилив меры предосторожности, включая расширение процесса стерилизации и дезинфекции в аэропортах и на борту самолетов. В среду авиационное министерство заявило, что проводит медицинские проверки всех пассажиров, прибывающих в Египет и выдает карточки путешественникам, прибывающим из стран, где распространился вирус, чтобы проконтролировать их состояние в течение 14-дневного инкубационного периода. Во вторник компания, управляющая Каирским метро, заявила, что египетские власти распространяют медицинские маски для рабочих и для пассажиров на станциях метро в Каире в качестве мер предосторожности для предотвращения и распространения вируса. И железнодорожное управление страны также активизирует усилия по стерилизации на станциях и в поездах. Это было то, что опубликовано в Египте новостным сайтом Охран и то, что опубликовало агентство Reuters на 11 марта. Reuters сообщает, что Египет зарегистрировал 7 новых случаев заболевания коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 67. Из общего числа по меньшей мере 45 случаев были обнаружены на круизном судне на реке Нил в популярном туристическом направлении Луксор и немецкий турист, который умер на курорте Красного моря. 27 человек из зарегистрированных выздоровели и 8 из них были освобождены из карантинной больницы, в том числе 6 египтян и 2 иностранца, говорится в заявлении Министерства здравоохранения в среду. Также Reuters сообщает, что Египет предпринял ряд мер, чтобы заверить путешественников в том, что посещение после вспышки вируса на корабле Нила безопасно, включая тестирование сотен туристов и работников туристической отрасли на коронавирус и дезинфекцию гостиничных объектов и круизных лайнеров в Луксоре и Асуане. Я не знаю, как обстоят дела с Хургадой и Шермальшейхом. Далее Reuters пишет, что сектор туризма является самым важным источником твердой валюты для Египта. Правительство также решило приостановить мероприятия, которые включают большие собрания, такие как религиозные фестивали, концерты, выставки. И в среду Министерство образования распорядилось, чтобы школы приостановили такие мероприятия, как спортивные, музыкальные мероприятия, но настаивали на том, чтобы обучение не было прекращено. Это сообщает Государственное информационное агентство МИНА. По словам МИНА, в целях предотвращения общественной паники службы безопасности задержали трех человек за распространение ложной информации о коронавирусе в их учетной записи в Фойсбер. Такую информацию передает Reuters, то есть вы можете как бы сопоставить, чему вы верите больше охрам или агентству Reuters или другим новостным источникам. Также я хотела сказать, что МИД и Министерство иностранных дел Эстонии в связи с распространением коронавируса не рекомендуют жителям Эстонии ездить в том числе в Египет, Израиль и также вокруг Мадрида и страну Басков в Испании. И 8 марта, как я уже ранее сказала, был зафиксирован первый погибший от коронавируса, это гражданин ФРГ, у которого появились симптомы при прибытии из Луксора в Хургаду. Это первый смертельный случай. Представитель Минздрава рассказывал, что мужчина обратился 6 марта за медицинской помощью в больницу Хургады, а 7-го результаты тестов на коронавирус оказались положительными. Его поместили в интенсивную терапию, он отказался от специализированной больницы для карантина, 8 марта его состояние ухудшилось и он скончался. Вот такая информация на сегодняшний день, это то, что нам известно по поводу Египта из источников египетских и зарубежных источников, таких как Реутерс и Аграм египетский. Вот такая у нас информация по коронавирусу в Египте на 11 марта. Буду держать вас в курсе. На сегодня все. Всем спасибо большое. Берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok